короче вот дизель который мы до купили мы 100 литров даже наверное немножечко побольше и водички приезжаем на лодку а здесь закончилась стирка посмотрите джипси стайл а все почему погодочка у нас короче погода говно поэтому ребята сделали вот такую красоту я не знаю как мы с этим идти будем но наверное что-то будет прикольно погода говененькая clear out по чтобы получить clear out нам нужно было зайти в иммиграционную службу потому что слава он прилетел за самолетом и поставили печать на въезд ему нужно было печать поставить на выезд в паспорт ему лупанули а нам печати не ставят так как мы зашли лодкой но нам дают вот такую бумажку клюри клюлист клюрист это in и вот нам дают вот такую out поэтому мы сейчас жжем на сао висенте как бы сказали на capo verde но так как это карибы сан винсент а больше на поднять парус и сняться с якоря до поднимаем я не занимаюсь яхтингом сейчас у ростика задача это полноценный капитанин я просто контролирую чтобы не было никаких таких критических ошибок я думаю что будет нормально потому что мы уже ходили не первый раз и я уверен что будет все хорошо это такой сейчас пацанский вариант постановки грота потому что мы стоим на якоре якорь еще держит мы ставим грот поднимаем якорь а потом наша задача сойти с якоря не используя двигатель то есть нас начнет нести открываем парус становимся там на какой-то галст потом переголосовка главное сойти с точки постановки на якорь без участия двигателя да отлично такая вот погодка мердическая мы решили повесить бандеру националь опа похоже на барбадос вешаешь флаг барбадос а а где три зуб мазератти ну что подъем бандеры националь можешь еще на самом деле все равно все равно через две недели это будет просто фрейм от него рамочка ну что ростик вот я не знаю мне не сказали просто выдали руль и сказали на ростик на и он такой и пошел крутить он накручивает между прочим нормально отлично можно стабильных 5 и 6 идем ну боком вот так вот на секундочку какой угол к ветру 57 угол к ветру это с учетом того что на карибах дует либо север северо-запад либо запад а у нас дует нормальный восток юго-восток такой хороший если мы идем 180 и нам дует 50 что это за хрень вообще карибы что это такое между прочим острова уже видно вдалеке ну наверно так вот у нас кофе готовится с кренами на плите сонное царство всегда на переходе все разлетается во все стороны на лодке по дырочку ну еще чуть-чуть когда живешь в городе выпить чашечку кофе это никакая не сложная задача это просто ты берешь и пьешь чашку кофе тут его нужно сварить как я его варил вы только что видели под этим адским креном но это еще ладно одной рукой мы будем рулить другой мы будем пить кофе третьей рукой мы будем подбирать шкоты четвертой рукой мы будем рифоваться и пятой развлекайся ростик а я не могу мне по статусу капитана не положено тем более я сейчас не капитан ростик капитан а я это не играю я счет веду а я сделал новый бортовой журнал вот так он у нас выглядит красивенько что у нас в нем есть тут даты координаты это мы записываем обычные ходовые данные затем в самом конце у нас есть данные по крюлисту то есть мы можем на каждый переход отдельно записывать кто из членов команды с нами был когда зашел когда вышел и очень важно что я еще сделал это лист мейнтенненса то есть это сюда записываю все что было сделано с лодкой то есть обслуживание техническое например вот так вот то есть двигатель часы время что было сделано где было сделано и стоимости то есть так можно будет держать нормальный лог я это раньше делал у меня есть это или в электронном виде но пускай это будет в журнале потому что это является официальным документом лодки короче тут из трех лодок мы средние идем с креном та которая с креном идет та которая ближе к острову или нет нет мы старые от острова а после нас еще одна лодка есть после вас я лодки больше не вижу вижу только вас то есть мы идем судя по всему на вас отлично отлично просто лодка которая идет с креном это та которая идет возле острова а вторая лодка идет блин как катамаран короче наши похоже на катамаран с темным низом с темным корпусом тут непонятно паруса то белые паруса белые значит катамаран понятно короче идет две лодки вот одна которая валит нормально кренище все дела а вот вторая это наши друзья Леша он тоже говорит что он наваливает но похоже он идет как на катамаране ровненько без крена я ему говорю качните мачта чтобы я вас мог определить какая из вас таки наши нормально наваливают вон они это лодка с синим корпусом значит это наши это лодка expeditions Леша привет сейчас мы проходим рядом с нашими друзьями expeditions и они в нас бросят банкой пива попробуем ее поймать конечно давай да я думаю что-то он под роликом мы держим курс ровно вы подходите отходите самостоятельно что мы держим просто ровный курс вы подходите отходите сами понял слава держи ровно чтобы не шевелиться просто вот ровно-ровно просто старайтесь максимально ровно они подойдут и отойдут вот как страшно это все выглядит это карибский яхтинг он такой парус парус кидай парус да а потом говорят что некоторые смены отмороженные да у нас просто закончилось пиво да 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 вяжи на курс экспедиция спасибо за холодный пивасик хорошо давайте рады были вас увидеть спасибо за пиво давай сенбай ванцы капитан глоточек все отрулили просто идеально я надеюсь наши спиннинги еще целые и он их не намотал по оля погодка у нас прекрасная ну что господа непромоканцы я обычно спрашивают да вот вам уж не видно ты идешь себе идешь едем боком ну отлично сотка попутно это хорошо нет я имею ввиду по ветру уходи это сильно не я про уход у нас уже вот прошла ночь жутко всю ночь блин заливает с ног до головы но это мелочи ростик как тебе нравится такая погода такой яхтинг короче нам осталось чуть меньше соточки все в порядке не похоже не похоже потому что еще утро мимо постоянно проходят тучи вот такие из них постоянно льет дождь естественно хорошо раздувает прикольная погодка да уже скоро закончится там такое заливает это белая по воде красиво вот на самом хорошей погоды в итоге так ростик у нас опять традиционно рулит это вот сейчас идет утренний обязательный осмотр токеллажа на фурвере твой любимый болтик под раскрутился да да говном надо закручивать надо скрутить наверное это да не а так его нельзя разве я думаю что его подкосило он под нагрузкой он срежет резьбу думаешь а 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 Там жарко, потому что люк не открыть. Ну да. Приятного аппетита. Так, моя глубокая, без помидор. Сейчас с нами встречным курсом идет яхта. Так, друзья. Хочу похвастаться маленькой новинкой, которая у нас появилась. Вы знаете, что по ночам мы видео не снимали. И очень много людей спрашивали, почему вы не снимаете видео. А потому что ночью темно. Почему рыба не клюет? Потому что у нее клюва нет. Мы пользовались все время вот такими вот фонариками. То есть это Black Diamond. И они хороши тем, что у них есть красный свет. Но у этого фонаря свет светит точкой. А когда вам нужен рассеянный свет или нужно сделать вокруг день, то они нас не устраивают. То есть была у нас когда-то модель такая, как фирмы Petzl. Но это же полный трэш. Этот Petzl, когда один раз прилетает в лицо вода, это труп. Короче, мы сидели, выбирали и остановились на двух фонарях. И мои друзья их мне привезли. Между прочим. Короче, есть такая фирма Armitec. То есть про все характеристики я вам рассказывать не буду. Я просто дам ссылочку. Почитайте, потому что все равно будут вопросы. А то, почему мы выбрали, нам нужно решить две проблемы. Первое, это какой-то фонарь, который одевается на голову и делает рассеянный свет, чтобы можно было работать не точечно, а видеть достаточно большую панораму. Плюс, когда вы едете на тузике, чтобы видеть, что происходит спереди. Второй фонарь, это Spotlight, который мне когда-то подарил Дина. Но он из-за соленой воды умер, потому что в соленой воде умирает все. Короче, мы нашли фонарь, который можно использовать как дайв-фонарь. При этом он лупит конкретно много. Итак, что здесь нам рассказывает производитель? Что у фонаря 1700 люминов. На секунду, 1700 люминов. То есть это... Ростик, это же дохрена 1700. Да, короче, 1700, это много. И два типа пучка. Первый, который Spot, который лупит далеко, на 451 метр. И второй широкий, который охватывает все вокруг. Ну что, давайте распакуем. Короче, еще написано, что он может падать с 30 метров. Это я его просто только что на палубу уронил. И по поводу waterproof 50 метров 5 часов. Нормально, я глубже нырять пока не собираюсь. Теперь... О, мануальчик. Так, ладно. С юзер-мануалом мы... К мануалу мы вернемся позже. Давай я его сейчас соберу. Ростик, ты можешь не трусить лодку, пожалуйста? Нет, не могу. Он сказал, не может. Так вот это собирать. Так, в комплекте... Ребята, и уплотнители. И есть еще вот такая штучка, которую мы сейчас сюда оденем. Вот. Короче. Не ослепли? Давайте проведем испытание. Так, фонарик собрали. Работает. Что еще есть? О-ла-ла. Эта штука офигенная. Ее можно повесить на пояс. Для непрома сейчас будем прикручивать. Короче. Включаем. Светим. Вы видите, как светло? А сейчас, между прочим, 3 часа ночи. А я не зря начал собирать этот фонарик именно в переходе. Потому что, как обычно... Ростик, ты не мог быстрее рулить? Мы рулим уже вторые сутки. И заходить... И заходить, естественно, будем посредине ночи. Но это такое традиционное мое карибское проклятие. Поэтому фонарь мне нужен, чтобы что-то видеть. Чтобы что-то видеть, когда они будут швартоваться. Так, теперь фонарь номер 2. Это тот, который можно нацепить себе на голову. И он будет делать широкий-широкий угол. Хотя здесь написано, что он на самом деле не сильно широкий. Что у нас здесь? Это фонарик, который обеспечивает широкий угол. То, что мне нужно для работы с парусами. И светит на 102 метра. Но я от него 102 метра не требую. Мне нужно, чтобы оно светило прямо передо мной. И прямо, ну реально широко и очень ярко. Поэтому 980 лумений это как раз то, что мне нужно. Коробочка. Так, описание я тоже дам. Потом почитайте. Что мне понравилось, что здесь написано. 10 лет. Но хассел воронти. Кто говорит по-английски поржет. Молодцы. Распаковываем маленького. Что внутри? Мануал. Ну, как известно, мануалы все читают только после того, как фонарик сломали. Я надеюсь, что я его еще не сломал. Разбираемся, что внутри. Здесь все так за разъедет. Короче, собираем батарею. А, твою же. Тихо, тихо, тихо. Что же это за подстава такая? Короче, закручивается фонар через уплотнители. Я надеюсь, что он долго проживет. И из прикольного. Здесь, короче, внутри есть магнит. Но так как на лодке одна нержавейка и магнитного ничего нет. Здесь это мне вряд ли поможет. Но, тем не менее, такую опцию я буду иметь в виду. Так, закручиваем. Вот, получилась такая вот маленькая штучка. Зараза, такая яркая. Заряжается батарейка через микро-USB. Есть у меня некоторые сомнения по поводу герметичности. Но я думаю, что это рассчитано, если написано, что его можно под воду бросать. Так, теперь соберу резинку на голову и вам покажу. Короче, так этот фонарь одевается. И самое прикольное, что он защелкивается вот таким вот образом. И теперь просто нажимаешь. День. И теплый свет, что нравится мне. Мы готовы. Фонари готовы. И сегодня будут тесты. Ночная швартовка в новом неизвестном никому месте. Погнали. Океанические волны. Прямо такой азарт, такой свинячий восторг. Такой. Вот пример. Правда? Страшно. Она обманывает. Сейчас космонавта снимем. Ростик, ты что там гадишь? Нет, я готовлю. Что ты будешь готовить? Суп. Суп. Класс. Слушай, а куда у него вот число, которое готово? У нас еще будет суп. Движения твои очень скоро станут плавными. Поход к шесту. Осторожны и легки. Мне не обманывают. Он весь был в каюте. А пока наши капитаны едут. У нас сейчас какие рифы? У нас второй игрок, второй стаксель. Еще не зарифленные в попу. Все нормально. Между прочим, за смену Слава выдавил, я думаю, восьмерку среднюю или около того. К нам пришел закат. Вот он. А так как нас немножко передозит, то рулить приходится вот так. Все равно все достаточно динамично в этом мире. Это в Сан-Винсент. Но нам он не нужен. Мы идем дальше на Бекию. Осталось 20 миль. Ростик жди. Это вот так этот маленький работает. Просто делает день. А это тот, который большой фонарик. Но светит он реально далеко. У него такой широкий пучок. Светит широко. А сбоку еще и такой, оау. Нормально. Я вижу ватное свечу. Да-да-да, кидай-кидай. Мы стоим на 10 метрах. Нап direct. Спасибо. тут дует под тридцатку сейчас устали хорошо чувствовали зацепились да это у нас две 500 где-то было вывели идеально я думал что отвалится может давайте я посвечу нормалек ну что я поздравляю души прикол тут в том что дует под тридцатку и лодка если вот ее не дать полный газ она вообще не управляется то есть ее начинает на кого-то уваливаться руль в другую сторону полный газище и все готово стали фух что господа поздравляю вас крутые ну 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 Продолжение следует...